Царица полей, культура, конечно, капризная, но ставку на неё делают всё больше аграриев. В этом году кукуруза поспевает лучше, отмечает глава региона. В сельхозкооперативе «Атлашевские» початки начнут убирать в ближайшие дни. Сельхозтоваропроизводители по своей инициативе, кто занимается животного отцвом, выращивают, убирают на силос, на зерно, для того, чтобы этим энергетическим кормом кормить животных. Потому что продуктивные, качественные показатели намного лучше получаются. Вот это самый главный подход у земледельца, сельхозтоваропроизводителя. Красота же! Корма высокого качества необходимы быкам-гирефордам. Эту породу разводят для того, чтобы получить мраморное мясо. У агрофирмы далеко идущие планы. За последние полгода здесь увеличилось поголовье коров. Чтобы развивать молочное дело, возводят новую ферму. Инвестиционный проект поддержали в Минсельхозе региона. На сегодняшний день в Чуварской республике реализуются 75 проектов. 42 проекта из них этого животноводства. 22 проекта крестьянско-фермерскими хозяйствами в том числе. И 20 проектов крупными сельхозорганизациями, как, например, Атлашевский. Построить одно скотоместо стоит примерно 104 тысячи рублей. Из них 67 тысяч рублей, в сравнении вот видно, да, это господдержка. Правда, этой господдержкой надо уметь правильно пользоваться. Для этого надо участвовать во всех программах. Общий объем господдержки составляет чуть больше 2 миллиардов 700 миллионов рублей. На сегодняшний день все формы поддержки работают, задолженности по ним нет. Реализовать этот проект намерены до конца года. В новой ферме применят передовые технологии и энергоэффективности. Здесь вот у нас вот эта паточная будет. Вот в этот какой-то здании стоит, уже построено. То есть там 60 кубов, так сказать, у нас патоки. Патока будет с подогревом. Только бы некоторые, так сказать, технологии. Сейчас тут солнечный коллектор поставим, так сказать. Потом заведем туда это тепло вовнутрь. Она у нас даже в зимний период времени всегда будет. Прекрасный объект. Так, внешне уже хорошо смотрится. А для обогрева комплекса здесь намерены использовать и энергию молока. Благодаря специальным теплообменникам. Это мы берем воду архизианскую температуры 8 градусов. Прогоняем через теплообменник. 10 градусов мы уже просто водой сбиваем. Значит, эту воду собираем в емкости. И потом она будет использоваться, эта вода, ну, тоже для использования технических целей. Пока, вот, так сказать, молоко от коровы по трубопроводу проходит, проходит через теплообменник. Оно уже падает в этот, в танк охладитель с температурой 4 градуса. Это во всех отношениях умная ферма. Большинство процессов автоматизированы. Оборудование для комплекса производят специалисты хозяйства. Сами мы изготавливаем шторы, которые будут занавешиваться коровники. Сами мы здесь изготавливаем стойло места, в которых будут стоять коровы. Сами мы изготавливаем щетки-чесалки, которые коровы будут пользоваться для того, чтобы им, значит, жилось здесь комфортно. Продумана до мелочей методика утилизации отходов. Навоз будут разделять на фракции, а затем отстаивать в специальной лагуне. Такая технология защитит экологию от испарения азота, неприятного запаха и инфекций. Здесь проблем по вопросам экологии и соблюдения природового законодательства не будет. Почему? Потому что в год один раз или два раза только они с этой лагуны будут вывозить. Все остальные вопросы, они практически на уровне проектного решения разрешены. 20-30 лет назад, летний период времени, во время жары, вонь от навоза, если стояла, так скажем, простым языком, и скажем прямо, люди не возмущались. То есть сегодня требования людей другие, запросы людей другие, качество жизни меняется, и мы должны соответствовать этим требованиям. Благодаря поддержке правительства в муниципалитете развивается и бизнес. На этом заводе по выпуску перчаток годовой оборот превышает 150 миллионов рублей. География поставок увеличивается. В районе ожидают притока инвестиций и разрабатывают проект муниципального технопарка. Перспективы обсудили на рабочей встрече. Учитывая наше расположение, очень хорошее здесь трасса М7, логистическое, сегодня в этом проекте, который презентация пройдет, у нас уже 4 контрагента, которые готовы сегодня инвестировать. Одна компания, это, вот я когда начал реализовывать там свою производственную базу, потихонечку по кускам, зашли, мебельщики, это компания «Нейл Кухня». Они сегодня уже производят продукцию больше, чем на 150 миллионов. Мы вас попросим для перевода наличия средств на реализацию данного проекта, чтобы мы понимали, что финансовые средства на реализацию данного проекта у вас имеются. На контроле у главы региона и подготовка к отопительному сезону. В одном из крупных населенных пунктов муниципалитета Отлашево недавно была возведена новая котельная, что решило проблему с подачей горячей воды. Но чтобы поселок стал более комфортным, необходимо избавиться от вот таких вывесок. Облик улиц это не украшает, отметил Михаил Игнатьев, Дмитрий Ковалев и Боктьяр Вильеев. Республика. Работа по рекультивации Пехтулинской свалки близится к завершению. Сегодня на объекте побывали председатель кабинета министров республики Иван Моторин, представители Министерства природных ресурсов, подрядных организаций и наша съемочная группа. Здесь уже мало что напоминает о Пехтулинской свалке. Я стою на самой высокой точке полигона. Под моими ногами 50 метров в высоту утрамбованных твердых бытовых отходов. Они прикрыты глиной, щебнем и геомембраной, которая защищает тело полигона от попадания осадков. Также уложен геотекстиль для укрепления конструкции. Газодренажные прослойки из щебня толщиной 20 сантиметров. Это классическая схема рекультивации свалки, которой пользуются и в других регионах страны. Остались виды работ, скажем так, газодренажные вытяжки, которые отвод газов будет производиться на верхушке тела свалки. Вентиляция, да? Вентиляция, да, скажем такую. Дальше осталось водосброс. Водосброс – это от остойника пруда, который от фильтрата, вода, которая собирается на подошве свалки, и она сбрасывается по трубопроводам на центральный коллектор, который будет уходить на очистные изоружения БОС, биологическое изоружение Новочебоксада. Вот-вот начнут прокладывать эксплуатационную дорогу, по которой к Кургану будут добираться специалисты для проверки различных систем. Но и осталось навести красоту, постелить растительный слой грунта и посеять многолетние травы. Выдача стоит до конца ноября полностью выполнить контракт. По заверениям подрядной организации, сегодня сдерживающих моментов нет. То есть все проектные решения сделаны, экспертиза имеется, те разногласия, которые были по стоимости работ, по расстоянию вывоза груза из Чебоксарского района, все они решены, и ничто не сдерживает работу на объекте. Тело свалки герметично закрыто. В течение трех лет специалисты будут мониторить состояние воздуха в санитарной зоне. По такой же технологии к концу года должны завершить рекультивацию свалки Вильбешево Чебоксарского района. На очереди Яльчики, Аликова, Канаж. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. Федеральная программа безопасной и качественной дороги дала свои результаты. Ездить по столице Республики стало комфортно. Чтобы комфортно было и ходить, в Чебоксарах до конца сентября должны отремонтировать 21 тротуар. Один из них вдоль улицы Афанасьева. Галина и Егор рассказывают, раньше прогулка с велосипедом напоминала маунтинбайк. Езду с препятствиями по пересеченной местности. Новый тротуар они очень ждут. Пандусов не было, было очень сломано. А сейчас вот смотрим, ходим, очень все хорошо. Сделают ответственно. Сейчас хорошо будем кататься на велосипедике. Почему? Потому что залил ту свальт. В этом году на ремонт тротуаров в городе выделили 20 миллионов рублей. В этом году мы сознательно, скажем так, адреса выбрали, исходя из реализации программ безопасной и качественной дороги и других программ, в которых выполняется ремонт дорог, чтобы был более законченный вид. То есть в прошлом году у нас такого не было. Тротуары мы делали отдельно от программ федеральных. В следующем году такая практика, когда тротуары ремонтируют параллельно с проездами, продолжится. Но уже в рамках федеральной программы безопасные и качественные автомобильные дороги. Она станет логическим продолжением нынешней программы БКД. Кроме ремонта тротуаров, у нее включили разметку и освещение. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. В Чувашии подвели итоги летней оздоровительной кампании. Ее бюджет превысил 470 миллионов рублей. А в загородных лагерях отдохнуть смогли более 16,5 тысяч детей. В летний период проведено 13 профильных смен. Кроме того, функционировали 378 организаций дневного пребывания. 350 детей прошли интенсивные образовательные курсы и летние квантникулы в детском технопарке Кванториум. По сведениям Роспотребнадзора, в период работы детских лагерей не было зарегистрировано массовых инфекционных, групповых заболеваний, пищевых отравлений. 95% отдохнувших получили выраженный оздоровительный эффект. А у кадет лета еще продолжается. Учащиеся младших классов Чувашского кадетского корпуса сейчас находятся на сборах в Крыму. Старшеклассники в Пермском крае. Участие кадет в сборах профинансировано из бюджета республики. Перелет в Крым оплачен из благотворительного фонда «Ренова». Сегодня мы связались с руководителем поездки Александром Чумаковым. Существует определенный распорядок дня, который включает в себя 7.30 подъем, зарядка, дальше выход к морю, личная гигиена, завтрак и утренний развод. Наши кадеты в течение дня три раза занимаются физической подготовкой. После вечерней пробежки, естественно, ужин из 20.00 до практически самого отбоя у нас культурно-массовый МИ-5 проходит. Сюда включается и просмотр фильмов патриотического характера, мастер-классы от режиссеров и авторов разного рода, конкурсы, визитки. В 14.00, например, будет у нас День Крыма. Сами кадеты будут сценирировать какие-то эпизоды из этого легенды и мифов плоского Крыма. К 21.00 сентября все ребята вернутся в Чебоксары и продолжат обучение уже в стенах Чувашского кадетского корпуса имени Кочетова. Из 13 пожаров, которые в этом году произошли на территории Аликовского района, 4 случились в Чувашско-Сорминском сельском поселении. С чем связана такая статистика, неизвестно. Однако бороться с огнем теперь станет легче, а пожарные будут приезжать быстрее. В селе Чувашское Сорма появилось пожарное депо. Здание построили по программе инициативного бюджетирования. 20% мы собрались с населением, 20% нам дал район и 60% дана нам республика. Общая сумма 1 миллион 76 тысяч рублей. Сегодня поселению передали технику. Мы сегодня передаем нашу пожарную технику, которая работала в пожарной части номер 25 села Аликово, в добровольную пожарную команду Чувашско-Сорминского сельского поселения. Они приедут на территорию своего сельского поселения в течение 5-8 минут. И это будет очень большая помощь для того, чтобы своевременно потушить пожар. В добровольной пожарной команде сейчас два человека, но им уже растет подмога. Когда я вырасту, я хочу стать пожарным. Поэтому я хожу в кружок юной пожарной. В этом кружке мы учимся оказывать первую помощь. И мы учимся, как вести себя при пожаре. В общей сложности по программе инициативного бюджетирования в республике построили уже 9 пожарных депо. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Валерий Дизюков, Республика. В предстоящую субботу, 15 сентября, пройдет, пожалуй, самое массовое спортивное мероприятие в стране. Всероссийский забег «Кросснация». Чебоксары присоединились к акции еще в 2004 году. А с 2009 участвуют все города и районы республики. Для тех, кто будет участвовать в столичном забеге, в этом году есть ряд новшеств. Мы стартовать будем у монумента матери и дальше перейдем на новую московскую набережную. Мы хотим горожанам предложить новую дистанцию для массового пробега. На этой дистанции награждений не будет. То есть дистанция для всех желающих, но без награждения. Длина массовой дистанции 3 километра. Время старта 12.00. Регистрация участников начнется с 8.30 утра. После массового забега начнутся старты для детей. Их дистанция 1,2 километра. Спортсмены стартуют с 12.45 до 14.00 часов в зависимости от пола, возраста и длинной дистанции. Как и в прошлые годы, они бегут через певческое поле. Программа и подробная информация на сайте Министерства спорта, а внизу под специальным баннером. Ольга Пырочкина, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика. Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика.